здравствуйте я рад вас вновь приветствовать на нашем youtube канале нотпостригун сегодня у нас на обзоре последняя новинка от mozer mozer chrome 2 style это классическая салонная аккумуляторная машинка для стрижки которая у нас должна по идее прийти на смену одной из наиболее удачных их моделей mozer chrome style так давайте как всегда начнем с рассмотрения упаковки здесь производитель у нас подчеркивает что машинка настолько крутая была что она получила награду red dot design победитель 2018 года это очень такая крутая дизайнерская награда которая присуждается не за внешний вид а именно за промышленный дизайн за технологический дизайн за удобство пользования этой машинкой то есть это вроде как круто дальше подчеркивает что у нас здесь используется более крутой нож чем на старой модели mozer diamond blade на обороте у нас перечислены основные характеристики и указана комплектация машинки которую мы рассмотрим в дальнейшем здесь машинка и пластиковые насадки это базовая комплектация кроме того производитель специально подчеркивает что пока еще можно получить бонусом шесть дополнительных насадок с металлическими зубцами довольно крутые насадки сейчас мы все это посмотрим так скрываем и смотрим что у нас внутри внутри у нас макулатура очень рекомендую ознакомиться с инструкциям с инструкции пользователя она есть на русском языке здесь расписано как узнать что у нас машинка полностью зарядилась как узнать что она у нас полностью разрядилась и пора стоит на зарядку и другие полезные мелочи почитайте будет полезно дальше есть вот такая маленькая бумажечка но очень важная она говорит нам что не забывайте смазать нож в пяти точках не реже чем каждые 24 часа на самом деле смазывать конечно же надо чаще тот же индис приводит рекомендацию каждые 15 минут непрерывной работы машинки 15 минут поработали машинка нож надо смаз хорошо дальше внутри у нас компоновка примерно такая же как была у моза генио про лежит у нас машиночка отдельно от всего остального причем она упакована очень плотно что позволяет меньше есть надо при транспортировке так выкладываем машинку смотрим что у нас тут еще есть нож машинка уложена изначально без ножа нож идет отдельно как я уже говорил это мозг даймонд блейд дальше масло щеточка для чистки не очень интересно ставим их в коробке зарядное устройство зарядная подставка пластиковые насадки родные и бонусные металлические насадки хорошо давайте поговорим обо всем этом подробнее начнем с пластиковых насадок здесь их 6 штук стандартно у старого хром шло 4 насадочки 369 12 миллиметров здесь добавили еще две насадки и слава богу что они не добавили насадки 18 25 миллиметров которые абсолютно не нужны профессионалу а добавили они полтора и четыре с половиной миллиметра и так раньше стандартный ряд был у моза это 369 12 миллиметров здесь добавили две промежуточные насадки полтора четыре с половиной миллиметра что позволяет делать более плавные переходы так модные нынче фейды хорошо выбираем стандартно пластиковые насадки также производитель с первыми партиями нам бонусом дает крутые металлические насадочки в принципе все в них то же самое те же самые размеры полтора три четыре с половиной и так далее 6 штук точно также используется здесь цветовая кодировка что тоже довольно таки удобно полтора три четыре с половиной ну и так далее дальше я уж не помню как там идет маркировка тем не менее очень удобно их выдергивать по цвету крепятся насадки что родные пластиковые что металлические одинаково просто натягиваться никаких защелок пружины здесь нет но тем не менее держится они достаточно прочно не слетают пластик очень хороший понятно что это китайский говнопластик который весь в заусенцах который очень хрупкий ломкий нет здесь все гладенько не царапает ну крутой производитель крутые насадки металлические насадки имеют несколько таких незаметных в общем то плюсов но тем не менее довольно важных во первых металл гораздо менее подвержен деформации и эти насадки гораздо долговечнее кроме того металл гигиеничнее он не впитывает кожное сало и так далее здесь точно также скругленные кончики поэтому не надо бояться что мы поцарапаем или порежем клиента кроме того то что не сразу заметно это чистота зубьев у насадок у металлических насадок зубчики расположены несколько чаще поэтому при стрижке с насадкой машинка будет меньше полосить и стрижка будет более чистой с одного прохода примерно в раза здесь чаще у нас зубчики зарядная подставка зарядная подставка стала еще меньше не скажу чтобы меня это радует она конечно стала симпатичнее но устойчивость у нее не очень высокая поэтому смотрите следите чтобы у вас на тележке машинка не падала боковая устойчивость совсем плохая продольная устойчивость ну ничего пойдет конечно же лучше всех были подставки у самого первого хромства здоровенный кирпич которая прокинуть было довольно таки сложно что есть то есть что теперь переживать зарядное устройство зарядное устройство это адаптер 6000 стандартное сетевое зарядное устройство для всех профессиональных машинок моза главным минусом его можно отнести это нестандартный штекер то есть нельзя просто прийти в какой-то радиомагазин магазин электронных запчастей сказать дайте мне вот с таким разъемом зарядку не найдете нужно брать именно моза ну и второй минус это довольно хлипкий шнурок который при работе от шнура постоянно вот в этом месте перегибается переламывается приходит в негодность поэтому старайтесь не работать от провода машинка у нас может работать от провода может от аккумулятора старайтесь вовремя заряжать и тогда эта проблема с перегнувшимся проводом вас касаться не будет ну и теперь давайте поговорим собственно самой машинки когда впервые увидел на пресс-релизах честно говоря она мне категорически не понравилась вот в таком вот виде она выглядела просто таки отвратительно на фото в живую она гораздо симпатичнее гораздо приятнее хотя все равно не скажу чтобы мне вот этот серенькая вставка доставляла радость моему взгляду ну и кнопочка на мой взгляд тоже как-то немножко не в общей стилистике выполнена но тем не менее она очень удобная в остальном корпус выполнен из хорошего пластика не глянцево поэтому царапина на нем особо заметно не будет кроме того здесь вот так называемый брашит поверхность как будто провели кистью и остались полосы такие очень приятная на ощупь и она опять же не скользящая имеются выступы под пальцы но нужно отметить что вот указательный палец он ложится как раз на регулятор длины среза ножа из-за этого не совсем удобно пальцу лежать но с другой стороны очень удобно переключать нож от минимальной до максимальной длины среза без проблем вслепую не нащупывая ничего потому что палец сразу же лежит там дальше индикация тоже немаловажная часть эргономики у старого хромстайла был целый ряд лампочек можно было по ним судить сколько там процентов осталось здесь лампочка всего одна осталась которая при полном заряде аккумулятора горит непрерывно зеленым цветом если осталось менее 20 процентов заряда у нас лампочка начинает мигать если менее 5 процентов то она горит красным цветом непрерывно так что если у вас лампочка замигала надо задуматься над тем чтобы поставить на зарядку но если уж она горит красным то вам, скорее всего, не хватит того, чтобы достричь клиента до конца. И надо срочно искать возможность подзарядить данную машинку. Ну, либо придется работать от провода. Вес. Машиночка стала немножко легче, буквально на 20 грамм. Но, тем не менее, это все равно приятный бонус. Старая машинка весила 290 грамм. Это около 270 граммов. Нож здесь используется немножко другой. Это не новый нож, он уже довольно давно выпускается в Мозыр. Но ранее он продавался отдельно. Стоит немножко дороже. Внешне отличается черным цветом. Это защитное покрытие углеродистое. Называется он Мозыр Diamond Blade. Производитель заявляет, что служит он до 40 раз дольше. В 40 раз не поверю. Но если проработает в 1,5-2 раза дольше, это уже хороший результат. Длина среза ножа точно такая же. От 0,7 до 3 мм. Точно так же регулируется. Вся конструкция абсолютно та же самая, что у стандартного белого ножа. Мозыр Magic Blade. Но просто добавили покрытие, за счет которого нож должен стать более долговечным. Изменилось крепление ножа. Напоминаю, что из старой модели и в новой у нас нож крепится за счет таких вот пластинчатых пружин, защелок. Так вот, эти пружинки стали потолще. Соответственно, есть надежда, что они будут меньше подвержены деформацией. Ну и, соответственно, нож будет меньше разбалтываться со временем. И еще из них такая проблема, как раньше, что некоторые машинки шумели довольно громко за счет неплотного прилегания ножа к машинке. Мощность. Понятно, что нож это важно, но его нужно еще и шевелить. Мотор здесь стоит, в принципе, внешне идентичный хромстайловскому. По артикулам я не подскажу на скидку. Мощность стала немножко меньше на 5-10%, что не критично. У старого хромстайла мощность была 4,3 Вт, а здесь 4 Вт ровно. Производитель нигде не указывает мощность. Данные значения получены расчетным путем на основании максимального времени работы машинки и установленного аккумулятора и его емкости. При этом надо учитывать, что здесь идет микропроцессорное управление скоростью вращения двигателя. Если снять нож и включить машинку, то будет слышно, что стартует она быстро, потом замедляется, подстраивается под сопротивление к кручению. Поэтому, если мы будем резать густую массу, то мощность будет повышаться, время работы сократится, но, тем не менее, скорость ножа и мощность двигателя будет примерно на одном уровне. Так что, в этом плане, машинка выгодно отличается от таких примитивных машинок, как, допустим, аккумуляторные валовские машинки барберской серии, те же Волл Супер Тейпер Корлис или Волл Мэйджи Клип Корлис, где просто у нас мотор напрямую фактически подсоединен к аккумулятору. Здесь мощность тока регулируется за счет микропроцессора. Аккумулятор, раз уж мы о нем заговорили, обеспечивает время работы до двух часов. На старом хромстале это было полтора часа, здесь стало побольше. Соответственно, увеличилось время зарядки. Старая машинка была 90 минут работы и 60 минут зарядки. Здесь 120 минут работы, 2 часа, 80 минут зарядки. Это очень радует, опять же, в мозоровских машинках, что она заряжается быстрее, чем разряжается при работе. Поэтому разрядилась у вас машинка, замигала красным, поставили буквально на 1-2 минуты на подставку. Она у вас зарядилась и работаем дальше. Ну, не успели зарядить. Втыкаем шнур, работаем от шнура. Если вдруг случилось горе, прошло несколько лет, у вас аккумулятор умер, то данная машинка довольно легко разбирается. Четыре винта, стандартная, в общем-то, отвертка торксовская. Ее можно купить в магазине без проблем в каком-то строительном. Внутри стоит стандартный литий-ионный аккумулятор, типа размера 18650. Поэтому заменить не проблема. Хорошо, давайте резюмируем. Что же это за машиночка для кого? Машинка позволяет выполнять классические стрижки модельные, также позволяет делать фейды за счет богатого набора насадок. Хотя, наверное, для фейдов все-таки лучше использовать специализированные машинки с другой формой ножа. Увеличено время работы до двух часов. Это очень хороший показатель. И при этом присутствует быстрая зарядка. Машинка легкая, удобная, очень хорошая эргономика. Поэтому, на мой взгляд, она имеет все шансы на то, чтобы потеснить со временем хром-стайл старый и занять его место. На мой взгляд, вот эти две новые машинки, Moser Chrome To Style и Moser Genio Pro, на сегодня это одни из лучших решений, если вы собрались покупать себе машинку для работы в салоне. Очень рекомендую. На этом, пожалуй, все. Если у вас будут какие-то вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Также подписывайтесь на нас в Инстаграме EnotPostrigon и вступайте в нашу группу ВКонтакте. Опять же, EnotPostrigon. Купить можно в нашем магазине. Ссылка на страницу данной конкретной машинки в нашем магазине будет в описании под видео. На этом, пожалуй, все. Пока-пока, до новых встреч.